Наступила осень, и с осенью наступили разные праздники. Есть хорошие, радостные, добрые христианские праздники, как День Жатвы, День Благодарения. Есть и другие праздники, которые очень далеко стоят от христианства, от Господа, от проставления Его, и о которых нам тоже нужно говорить. Мы живем в этом мире, мы соприкасаемся с ними, в этом мире живут наши дети, подростки, молодежь, и нам нужно знать, как себя вести, что правильно, что неправильно, что чисто, а что нечисто. Дорогие дети, у меня к вам несколько вопросов. Все меня видите, да? Такой вопрос. Когда вы последние разы приходили в магазин, не видели ли вы там чего-то необычного? Такие большие костюмы, скелеты, такие страшилки, такие, да? А почему это? Для чего? Да? Хэллоуин. А что такое Хэллоуин? Что это за праздник? Кто знает? Это сатанинский праздник. Сатанинский праздник. А мы кто? Кто мы являемся? Христианы. А христиане могут участвовать в этом празднике? Как вы думаете? Нет? Почему? Потому что мы, христиане, мы верим в Бога, а которые празднуют Хэллоуин, то они празднуют сатана. Правильно. В общем-то, жестко, но очень правильно. Действительно. И мы часто стараемся быть такими политкорректными, аккуратными, вежливыми. Но, по сути, по сути, истина одна. Истина одна. И Библия говорит, что наш Бог, в Котором мы веруем, Иисус Христос, Бог Отец, Сын и Дух Святой, это Бог света. Библия говорит, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Что такое тьма? Кто знает? Тьма. Что такое? Отсутствие света. Черное такое, да? Не светлое, да? В Боге нет этого. В Боге есть свет. Наш Бог, Он любящий, добрый, заботливый, красивый, милосердный и святой. Очень чистый. Но у Него есть противник. И вы сами назвали, кто этот противник? Именно. Именно так. И какой он, этот противник? Какой он? Черный, сестры подсказывают, да? Злой. И не любит Бога. Молодец. Как тебя зовут, мальчик? Макар. Молодец, Макар. Молодец. И видите, он там в самом конце, и так как хорошо все слышит, да? Вот. И участвует, и участвует. А взрослые порой сидят там далеко и занимаются своим. Так вот, у Него совсем другие планы. И если у нас, у христиан, у верующих, есть праздники, которые прославляют Бога, да? Такие как Рождество, Пасха, да? Праздник Жатвы, когда мы благодарим Бога за то, что Он нам подает, и другие. То этот Хэллоуин, он прославляет Бога, дети? Нет. Совсем нет. Действительно, этот праздник, он прославляет смерть. Он прославляет все некрасивое, нехорошее, убийство, демоны. Видите, какие страшные эти фигуры. Очень страшные, да? Поэтому верующие не должны участвовать в тех праздниках, которые оскорбляют Бога. Это праздник не Бога, а Его противников. Поэтому мы там в нем участвовать не можем. А вам могу спросить, а что, если я не буду некрасиво одеваться, а я одену красивый костюм, как файрмен, пожарник там, или медсестру, или доктора. Если одеть такой красивый костюм, можно участвовать в этом празднике? М? Дети махают? А-а, нет. Правильно, правильно. Почему? Потому что даже если мы оденем какой-то светлый, красивый костюм, но сам праздник не от Бога. Сам праздник не прославляет Бога. И поэтому я не должен участвовать в том, что Бога не славит, какой бы костюм на мне не был. Но это все Бога не славит, поэтому я в нем участвовать не должен. Согласны, дети? Хорошо. Теперь несколько слов для взрослых, братья и сестры. И давайте мы прочитаем место описания, которое записано в послании к Ефесиным. Послание к Ефесиным, 5 глава, 6 стиха и ниже. 5 глава, 6 стиха и ниже. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сына упротивления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, и праведности, и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Но обличайте. Итак, мы живем с вами действительно в лукавое время. И то, что еще, может быть, лет 10-15 назад было совершенно очевидным, и такая четко была видна разница, более четко, чем сейчас, и никто из христиан даже не думал в этом участвовать, это само собой разумелость, о чем и говорить, то теперь, дорогие братья и сестры, приходится говорить. Почему? Потому что у нас есть дети, ученики, школьники, подростки, молодежь, они учатся в университетах, в колледжах. Мы работаем на различных предприятиях, в компаниях, и там они что-то делают, что-то организовывают. Часто на многих больших таких компаниях или организациях, они даже делают так, чтобы, допустим, вот это ваша бригада, ваша бригада, ваша бригада, какое-то делать свою тему, как они одеваются. И конкурсы, и все должны участвовать, как ты не поддерживаешь. И христианину приходится занять какую-то позицию. Очень сложно как-то отойти тихонечко в сторону, потому что все участвуют. Давай все оденемся вот так-то. Все оденемся, как вампиры. Давай, и мы выиграем первое место, и нам дадут за эту пиццу. И вот все в вашей тим, в вашей бригаде одеваются, все, тратят деньги, потому что все одевают. А вам как быть? А вам как быть? И ожидают. И вот тут нужно проявить твердость и четкость, и занять конкретную позицию, как поступить. И почему? Приходят дети, и все хотят поучаствовать. И вашим деткам тоже предлагают это. Как быть? И если раньше, казалось бы, очевидно, нет, то сейчас, к сожалению, на интернете можно посмотреть очень много таких заметок. Например, один пастор сказал семь причин, почему можно участвовать в Халувине. И это пастор. Я был очень-очень удивлен. И именно из-за таких вот пасторов в кавычках и идет падение, идет отступление. Иезекииль 44 глава 23 стих очень четко написано, 44-23. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Это люди, служители, на которые Бог конкретно возложил обязанность показывать, ставить на страже, открывать глаза, не затемнять, не размывать границы, но наоборот, их проводить и говорить, вот это, до этого у меня это чисто, дальше не чисто. И об этом мы должны и обязаны учить и говорить. И чтобы понять, что и как себя вести, в первую очередь, давайте определимся, что говорит Библия о нас. Кто мы? Давайте определимся и вспомним, кто мы такие, что мы за люди и что Библия ожидает от нас. 1 Петра 2 глава 9 стих. 1 Петра 2, 9. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего из вас из тьмы чудный свет. Дорогие братья и сестры, посмотрите внимательно на эти слова. Они относятся ни к кому-то абстрактному, ни к ним людям, ни к церкви вообще, но к нам и ко мне лично, и к тебе, и ко мне. И когда говорится о том, что вы, род избранный, это значит вы, ты и я. Что царственное священство, не просто люди, а священство, это значит ты и я. Народ святой, это я и ты должны быть этим народом, взятые в удел, то есть выбранные особо. Какой удел? Призванный из тьмы в чудный свет. Мы взяты от греховного мира. Мы призванные, нас Бог отделяет, нас Бог смотрит, как на святых и ожидает, чтобы мы так себя вели, чтобы мы всегда помнили, кто мы. И это то, кто мы, должно определять и показывать, как мы себя ведем, все наши решения, наши choices, как мы будем одеваться, в чем мы будем участвовать, в чем мы не будем участвовать. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 и 20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Этот стих идет еще глубже, еще конкретнее. Кто мы? Мы люди, которые имеем внутри себя Духа Святого, Духа Божьего. И это налагает на нас колоссальную ответственность, как ведет себя на этот храм. Что он одевает, что он не одевает, как, что он говорит, что он не говорит, в чем он участвует, в чем он не участвует, в каком сообществе он сидит, а в ком не сидит. У вас есть залог Духа Святого, не просто Духа, а Святого, частица Божьего. Это в нас самих. Более того, вы не свои. Мы часто думаем, что мы свои, и мы решаем, я захотел, поучаствовал, захотел. А что Бог думает о тебе? Твое тело принадлежит Богу. Ты не думай, что ты их все захотел и пошел. Ты куплен. Вы не свои. Прямо сказано. И поэтому подумай трижды. Первое, чем что-либо делать. Тот, кому я принадлежу, ему это понравится. Тот, кому я принадлежу, и мое тело, и дух, и все мое, он это одобрит, что я в этом участвую? Это его прославит? Это ему будет угодно или нет? Второе Коринфянам, шестая глава, четырнадцатый и семнадцатый стихи, еще конкретней. Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость Храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас. Это Новый Завет. Это не ветхий. Мы настолько привыкли к благодати, что часто используем это в угождении плоти, своих прихотей, и решаем то, как нам нравится. Бог говорит, выйдите из среды их и отделитесь, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Да, мы живем среди людей, да, мы должны светить, но не участвуя в грешном. Если наш свет начнет участвовать в грешном, он померкнет, он затухнет, он перестанет, это уже не будет светом. Какая разница между ими и вами тогда? Вы во всем этом участвуете. Библия говорит, какое соучастие верного с неверным. И поэтому никакой компромисс абсолютно невозможен, потому что нет ничего общего у света со тьмою. Как мы уже разговаривали с детьми, источник этого праздника, Хэллоуин, идет оттуда, снизу, от лукава, от духов тьмы. Иоанна 14.30, Евангелие Иоанна 14.30, Христос очень четко говорит, ибо идет князь мира сего, то есть дьявол, и во мне не имеет ничего. Ничего. Поэтому участвую в этом, мы участвуем в том, кто не имеет в Боге ничего. И если нам нечего там делать тоже, абсолютно, если мы Божьи, если мы на стороне Бога, мы должны понимать эту четкую позицию. Дорогие братья и сестры, Иакова 4.5 стихи, Иакова 4.5 стихи, Прелюбодеи и Прелюбодейцы, к кому это относится? Это не к физическим блудникам, это к людям, которые идут на духовный блуд. Что такое духовный блуд? Это духовная измена. есть блуд и прелюбодеяние. Что такое прелюбодеяние? Измена законному супругу. Когда человек одинокий, грешит, гуляет, это блуд. Когда человек женат или замужний, начинает сожительствовать с посторонним человеком, это прелюбодеяние, измена законному супругу. и есть блуд физический и есть духовный. Если в нас Господь, если мы отдали себя Ему, если у нас законное отношение с Богом, и мы невеста Христа, то тогда любое заигрывание с этим миром является духовным блудом и прелюбодеянием, изменой. Почитайте, что говорит Писание. Итак, Якова 4, глава 4, стих. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вот этот водораздел, вот эта четкая нить. Нельзя усидеть на двух стульях, нельзя и там побыть, и там побыть, и там быть хорошим, и там быть хорошим. Дружба с миром, тогда у тебя вражда с Богом. Итак, кто хочет быть другом миру, то становится кем? Врагом Богу. Все. А мы пытаемся себе объяснить, что это не так, что это все не до такой степени, найти много оправданий и экскьюзов этому, но Библия четко говорит. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух живущий вас. До ревности, пятый стих. Что это означает? Дух Святой, который внутри нас, ему не все равно. Он любит тому, кто любит, ему не все равно. Как любящему мужу не все равно, кто там начинает заигрывать с его женой, он неравнодушен, потому что это его жена, он ее любит. Она его, они вместе. И у него возникает законная ревность. Так самое и Духу Святому, который в нас, который считает нас своими детьми, тоже не все равно. И вот это начинается с влечения нашего сердца. Все от сердца зависит. Когда мы прилепляемся, когда этот мир начинает нравиться, нас манить, влечет к себе, сердце начинает туда клониться, вот это возбуждает ревность. Уже после этого дальше идут дела. Все это последствия внешних проблем. Все начинается с глубин сердца. Оно привязывается. И увидела, что прекрасно и хорошо для вкуса. Но Дух Святой, он до ревности и он ревнует. И так идет жесткая брань, жесткая борьба между святым и злым. И цель врага усыпить, чтобы потеряли бдительность и перестали за этим следить. Поэтому Христос сказал бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. И все начинается постепенно. Если раньше вообще в празднике никто никогда не участвовал, извините, но я не участвую, но сейчас я оденусь как доктор, медсестра, пожарник и другое, что-то невинное, как шахматист или еще что-то безвинное. Все начинается потихонечку. Ну в общем уже появляется много статей, что откуда вы взяли, что вот это все некрасивое, вот это все аглое, вот это все нехорошо. Вы знаете, что это христианство вам все это навязало, а раньше не было. Люди ничего в этом черном не видели плохого, ничего в этих бесах, вот этих идолах, это все кьют, это мило, это все безвредное, бесстрашное, это все вам навязано. Дорогие мои, это не навязано. христианство основано на благой вести, на Христе, и то, что говорит Бог, он говорит истину, и то, что Бог есть свет, это истина, и то, что говорит князь, во мне не имеет ничего, значит ничего, и нам нужно определиться, идет в первую очередь большая борьба за умы людей, и она начинается с вот такого, с маленьких таких побуждений, часто задают такие вопросы, праздник Хэллоуин, ишь как он называется, Ол Хэллоус Ив, отсюда, то есть канун Дня Всех Святых, и церковь вела этот праздник, и ничего в этом страшного нету, есть и такое заблуждение, и многие христиане это выдвигают, поначалу действительно, первого числа, первого ноября, был большой языческий праздник у кельтов, самый что ни на есть языческий, и он оставался еще в христианской Европе, и передвинули праздник из мая на вот этот день, для того, чтобы как-то оттенить и убрать акцент, что, какой праздник, что это за День Всех Святых, это католическая церковь, католическая церковь вела этот праздник, чтобы помянуть всех мучеников, умерших мученической смертью за Христа, люди что празднуют, мучеников, разве так их празднуют, так их не празднуют, осталось от этих святых мучеников одно название, а суть идет языческая, полностью так идет, другое объяснение, этот Хэллоуин, он уже не несет такого оккультного ничего, это просто светский праздник, это всего лишь костюмы, это фан, поэтому ничего в этом такого нету, никто не подразумевает вот это оккультизм и поклонение сатане, это просто такой костюм, ну и все, ну просто костюм, и сам праздник он уже секулар, светский, то есть он не нерелигиозный, действительно он нерелигиозный, откуда эти ведьмы, ведьмы, демоны, злые духи, посмотрите на образы, что это представляет, разве это светское, разве оно не говорит изнутри, Христос говорит, что по плодам их узнаете их, посмотрите символы какие, за символами стоит то, что они говорят, это атрибуты ада и дьявола, это атрибуты смерти, сколько бывших людей, которые были примены оккультной зависимостью, они свидетельствуют о том, что это большой, значимый праздник для всех колдунов и людей, экстрасенсов и людей очагченных, что только истина, что честно, что справедливо, что чистые любезно, что достославно, что добродетели похвала, о том помышляйте, о том помышляйте, сейчас мир все более и более старается приучить нас к этому именно таким подходом, следующее возражение, это просто фан для наших детей, ну дайте им ну порадоваться, конфеты покушать, дорогие мои, фан имеет каждое свое наполнение, и если мы называем себя народом святым, и хотим, чтобы наши дети тоже были святыми, то и фан для наших детей тоже должен отличаться от этого мира, и фан должен быть другим, радость должна быть другой источник, и чтобы иметь фан, разве нужно одеваться в атрибуты смерти и сил зла? Абсолютно нет, наоборот, когда мы детям попускаем это, мы даем рон месседж, ложный сигнал, что это нормально, у детей теряется вот эта граница между добром и злом, потому что они с детства в этом одевались, ничего не видели, не видели никакой разницы, мы сбиваем их этим самым с толку, наоборот, мы детей должны четко учить, кто они, откуда они, когда мы росли в атеистической стране, когда не было Бога, все вот такого знали, ты же верующий, ты не можешь это делать, потому что ты верующий, ты другой, и наши дети тоже должны это четко знать и понимать, мы должны их готовить к будущему, куда мир катится, он идет не к лучшему, а к худшему, к полному растлению во всех смыслах, и нашим детям придется жить в более трудное время, чем нам, поэтому уже сейчас мы должны за них молиться, уже сейчас мы должны им помогать и показать разницу между миром и христианством и Господом, мы должны их учить и понимать, какие искушения могут быть, как им реагировать на эти искушения, также мы должны сами давать им в этом пример, помолимся сейчас об этих наших детях, о подростках и о себе, чтобы мы оставались святыми в это лукавое время, аминь.